Ежегодная педагогическая конференция прошла Фокина в Центре культуры искусства «Спутник». Такое собрание педагогов среднего, дошкольного и дополнительного образования проходит ежегодно, перед началом учебного года. На конференции обсуждаются вопросы по улучшению качества образования, говорят об итогах и достижении прошлого периода, намечают планы на будущее. По традиции, в преддверии нового учебного года в городском округе в Центре культуры искусства «Спутник» прошла педагогическая конференция. Педагоги общеобразовательных дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования совместно с представителями администрации города подвели итоги прошлого года и наметили планы на будущее. Затронули вопрос о том, как привлечь молодых специалистов в учебные заведения, как повысить рейтинг по ряду предметов. Эти вопросы и другие проблемы обсуждали на педагогической конференции. В начале официальной части конференции педагогов поздравил глава городского округа Александр Баранов. Он отметил, на что сейчас стоит сделать упор в образовании. Выделил, какие направления сейчас являются более востребованными. Времена меняются и сейчас государство требует, просит, рекомендует сориентироваться на естественно научном направлении. Поскольку необходимо строить промышленность, необходимо поднимать экономику. И вот даже проведение, как говорится, чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills в России, в Казани, показывает, что рабочие специальности нам очень востребованы. Именно вот на производстве. И не только высокотехнологические. Второй момент, который на нас ориентирует президент, правительство, это максимально эффективно использовать те денежные средства, которые используются на образование. Сейчас мы реализуем национальный проект образования. Здесь опять естественно научное направление. Опять модернизация учебных заведений. Оптимизация управленческого аппарата. То есть опять экономика. Мы должны каждую копейку направить на то, чтобы учитель, ученик работали в комфортных условиях. С основным докладом, в котором были подведены итоги работы за прошедший учебный год и определены перспективы развития на новый учебный год, выступила начальник управления образования администрации городского округа, зато город Фокино, Зубрилина Светлана Константиновна. В своем выступлении руководитель городской образовательной системы отметила приоритетные задачи. Среди них привлечение молодых специалистов на территории, обеспечение доступности образования, создание условий для введения новых государственных стандартов, повышение эффективности процесса обучения. В 2019 году доступность, как вы сказали, зашкольного образования составляет 100%. И мы одна из немногих территорий, которые эти наказы президента выполняют. Прием заявлений на постановленный учет осуществляется в многофункциональном центре или на портале государственных и муниципальных услуг. Родительская плата за содержание детей в детском саду в городе Фокино не самая большая, всего 1500 рублей. И эта сумма у нас определена решением Думы. И действует она с 1 сентября 2018 года. Но в соответствии со статьей 65 Федерального закона об образовании, существует еще компенсация родителям. Помимо отчета о работе в системе дошкольного и дополнительного образования, было уделено большое внимание проблемам пропусков занятий учащихся общеобразовательных школ. По последним подсчетам специалистов, из года в год их становится все больше. В ходе конференции не только подводились итоги и заслуги работников, но и обсуждались проблемы, которые нуждаются в принятии срочных решений. По результатам ВПР в 2018-2019 году был сформирован список школ Российской Федерации, в которых были выявлены признаки необъективности полученных результатов. Как уже сказал Александр Сергеевич, не должно быть так, что ученики, которые занимаются, ученики делают задания простые, не выполняют, а сложные выполняют. То есть это говорит о чем, что педагоги помогают детям, потому что с простыми справятся, а вот сложные я помогу. Ежегодная конференция – это не только серьезная работа, но и праздник, где называются имена ведущих специалистов, вручаются цветы и благодарственные письма. По доброй традиции труд лучших учителей отметили благодарственными письмами и вручили цветы. В их адрес прозвучали благодарности за ответственность, неравнодушие, желание не останавливаться на достигнутом, а двигаться только вперед. Почетную грамоту Законодательного собрания Приморского края на конференции вручили Ирине Федотовой – педагогу дополнительного образования за многолетний добросовестный труд дошкольного образования. Стоит отметить, что участники конференции поприветствовали также и новых молодых специалистов, которые открывают для себя новый интересный путь преподавателей. Наши молодые коллеги, на полном основании мы можем вас так назвать. Девочки, вы избрали лучшую профессию, самую трудную, но лучшую. Улыбайтесь, будьте всегда успешны и помните, что умный человек даже из ошибок всегда найдет какую-то, в каждой ошибке найдет какую-то изюминку и исправит ее, и все будет замечательно в педагогической карьере. Августовская конференция – особая педагогическая традиция. Именно благодаря такому масштабному совещанию педагогов появляется возможность обсудить важные вопросы и решить серьезные задачи в области образования. В этот день, помимо официальной части докладов и отчетов, педагоги принимали поздравления с началом учебного года. Здесь их вдохновляют на новые дела и свершения. Праздничное настроение всем присутствующим подарили творческие детские коллективы нашего города. Педагогическая конференция прошла. Все участники сошлись во мнении, что необходимо с каждым годом совершенствовать методы работы и помогать своим воспитанникам в реализации их возможностей, сделать все возможное, чтобы итоговые результаты качества образования к следующему совещанию были выше и лучше.